То есть сознательно создается вот такая дезинформационная волна, которая на порядок превосходит все эти опасности. Возникает как бы вопрос, зачем это делается. Здравствуйте, уважаемые друзья, я профессор Панарин Игорь Николаевич, доктор политических наук. Это 109 выпуск программы Игорь Панарин «Мировая политика». Мы поговорим и о коронавирусе, и о Солсбери, и о долларе, и чем это обусловлено. Дело в том, что мы уже говорили, что вся операция коронавируса – это удар по Китаю, удар уже по Италии, удар по Южной Корее, удар по Ирану и по многим другим странам. Но мы сегодня рассмотрим источник, гипотезу, я уже говорил, что это Солсбери, с моей точки зрения, центр биологической войны Великобритании, где уже там разработки велись и ведутся еще с начала 20 века. Но одновременно влияние всей этой ситуации на финансовую систему, на доллары. Начнем с Солсбери. Был такой разведчик советский, Конан Молодый, который десятилетиями работал на Западе под именем Лонсдейла в Великобритании. И вот он изучал в 60-70-е годы как раз вот этот центр химической и биологической войны в Солсбери в 12 километрах. Есть такой кинофильм советский, замечательный, «Мертвый сезон». Он там в своем интервью описывает, почему это название характерно. Потому что «Мертвая зона» от Солсбери идет. Я напомню провокацию, которую британская разведка осуществила в марте 2018 года с предателем Скрипалями. Ей подыграли отдельные там наши руководители СМИ, не будем их называть, очевидно, так сказать. Но главное, обращая внимание, что если 4 марта 2018 года была сама провокация со Скрипалями, хотя прошло два года, непонятно, где они есть и так далее, то есть очевидно, это провокация. Но я напомню, что какая мощная информационная и скорее дезинформационная кампания была в глобальных СМИ. И вот этот британский алгоритм, ну когда обвинения в российский адрес звучали, так сказать, буквально там каждую секунду, CNN, BBC и так далее, они уже привели к действиям буквально 4 марта провокация. Уже в марте были высланы российские дипломаты из многих стран и так далее. Так вот механизм тотальной гибридной войны был отработан на деле Скрипаля. Теперь мы как бы выходим на коронавирус. Я уверен в том, что было применено биооружие и в Китае, в Ухане, с целью свержения Си Цзиньпини. Но затем и в Италии тоже, в Северной, там, в общем, очевидный очаг. И в Иране тоже, в районе там, сакрального места Кум. Но дальше возникает вопрос, что американские СМИ пишут, что в 2017-2018 годах в США от вируса умерло более 80 тысяч человек. Сейчас речь идет там, во всем мире погибло, очевидно, во всех регионах менее трех тысяч. Но не было тогда никакой паники, как бы информационный тендель. То есть сознательно создается вот такая дезинформационная волна, которая на порядок превосходит все эти опасности. Возникает как бы вопрос, зачем это делается. И вот здесь я хотел бы обратить внимание на манифест Ларуша, Линден Ларуш. Группа Ларуша – это аналитики, патриоты Германии, Соединенных Штатов Америки. Сам Линден Ларуш был кандидатом президента Соединенных Штатов Америки в 90-е годы. И вот они выступают против Лондона, третьего карфандента. И вот они в конце февраля, конкретно 27 февраля, выпускают такой манифест. Что вся эта операция коронавируса, она имеет как бы двойной смысл. Первый смысл, ну вот чисто отработка технологии. Ну фактически уничтожение людей, там все эти предыдущие птичьи гриппы и прочее. Новая волна. Ну моя версия, что это британские разработки все. Солсбери. Я предлагаю, кстати, направить туда международную комиссию. Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки, Германия, Италия, Южная Корея, Иран. Вот состав исследований. Пусть проверят эту международную цепочку действий. Мог ли оттуда вот вирус биологический попасть в разные страны мира. Кто, как и почему. Проверят пусть. Международная инспекция. Приключите организацию объединенных наций тоже к этому процессу. К проверке вот этого центра биологической войны. Но это чисто начало. А теперь финансо-экономический аспект. Группа Ларуша обращается к лидерам США, России, Индии и Китая. О чем они говорят? Что вот эта компания, которая разведена глобально, может привести к обрушению всей финансовой существующей системы. И вот риски и пороги уже гораздо больше, чем они были в 2008 году, когда рухнули там Лемон Бразес и другие крупноамериканские банки. Что они предлагают? Они предлагают создать в этих странах США, подчеркиваю, Китая, Индия и России, национальные банки. И сейчас фактически Центральный банк России и так далее, это филиалы Федеральной резервной системы США, которая принадлежит группе частных лиц из Лондона. Заказчик этой комбинации. И вот в этом аспекте у нас были уже подходы к Сбербанку, к подходу Мишустина. Вот сейчас Сбербанк возвращается в лоно российской оправицы. Я бы обратил ваше внимание на действия Владимира Владимировича Путина. 2 марта Путин встречается с Грефом. И у них остался разговор. Так вот, не услышал ли Владимир Путин и его команда призыв Линдона Ларуша? И может быть мы уже на базе Сбербанка, который сейчас войдет в подчинение правительства Мишустинска, которое минимизировало, я вот уже смотрю на эффективные действия, минимизировало все эти риски от коронавируса, от этой очевидной операции британской гибридной войны против Китая. И на базе Сбербанка мы, как Линдон Ларуш предлагает, и создаем там национальный банк, не связанный с Федеральной резервной системой США, не связанный с группой частных лиц из Лондона. Я не знаю содержания разговора Владимира Путина и Грефа, но сам по себе факт подчеркиваю. 27 февраля группа Ларуша обратилась к лидерам, и 2 марта Путин встречается с Грефом. Мне бы очень хотелось, чтобы вот эта тематика там присутствовала, и главное, чтобы Россия пошла по пути создания, как там группа Линдона Ларуша пишет, как в Америке Гамильтон создавал банк, тогда независимый от лондонских банкиров, что это поможет выводу мира из той потенциальной обстановки финансового коллапса, который может наступить. Поэтому мы будем наблюдать за ходом не только операции британской коронавируса по испытыванию биооружия на людях в разных регионах мира, но одновременно и выработки механизмов финансовых, которые смогут остановить финансовый крах во всем мире. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok